Здравствуйте! Вы смотрите еженедельную информационно-аналитическую программу «Взгляд с экрана». Горячо! Владельцы торговых точек на Энгельской ярмарке уверены в поджоге. Индекс давления. Депутаты и бизнес решали, как снизить административную нагрузку на предпринимателей. Маркетинговый ход. Как получить землю с коттеджем за тысячу рублей. Терминатор по-саратовски. Автолюбители атакуют камеры видеонаблюдения. Крупный пожар произошел в среду вечером в Энгельсе. В самом центре горел рынок ярмарка. Площадь возгорания составила полторы тысячи квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв. В Энгельс на пожар съехались губернатор Валерий Радаев, глава областного правительства Александр Стрелюхин, руководители полиции и прокуратуры. Страсти вокруг ярмарки кипят не первый месяц. Как рассказывают местные торговцы, проблемы начались, когда неподалеку открылся новый торговый центр. Серия статей в СМИ против Энгельского Черкизона, как называли ярмарку в публикациях, перенос остановок общественного транспорта к новому центру, как следствие, росшее народное возмущение. Все это только подливало масло в виртуальный огонь, который в среду вечером стал реальностью. Оттого первое, о чем говорили люди, завидев большое начальство, о защите. Я думаю, с вами побеседую. Сейчас штаб развернул здесь начальник ОВД, с вами тоже со всеми побеседую, чтобы понимание было, что это такое произошло. Сейчас пожарные говорят, они свое верится, лаборатория сейчас приехала, сюда будут изучать, чтобы все это будем разбирать. А вот людям, где у нас люди, что теперь будет? Давайте сначала локализуем, потом будем уже про это думать. Это уже по душе. Понятно. Понятно. Давайте сейчас это сначала сделаем, локализуем, а потом уже будем думать. Вечно вас против, помогите разобраться. Это давно идет. Давно идет. Занимается начальником ОВД. С вами со всеми тоже поговорят, кто там занимался бизнесом и все остальное. Это не так просто. Все, все, не то уже и в пожаре. Кругом пишут, это все не полезно. Я не знаю, какая это сила. Никакой силы. Защитите нас, пожалуйста, от этих плохих людей. Пожалуйста. А это первое утро после пожара. На территорию ярмарки по-прежнему не пускают. А зачем вам туда вообще? Вы сюжет снимаем. Не, я понял. А кто разрешил, сказал или что? Потому что там сейчас экспертная группа работает, вас туда не пустят. Загорелся сначала, получается, маленький ларек. Никого не пускали, да, хотя могли бы там как-то огнетушить. Никого не пускали, потому что там ларек был с этими газовыми баллонами. Да, зажигалки баллонами. Ну и все. Лога сгорела вообще? Ваша половина. Ну больше половины, да. Нормально сгорела там, да. Сказали, работать не будем, да. Но ждем. Народу много? Конечно, конечно. Самая центральная точка. Проходимое место очень большое. Понятно. То есть вы, не у вас никаких версий, что произошло? Ну а как мы можем что-то сказать? Это мы разберем. Кто мы? Зря молчите. Там баллон нашли. Валяющийся. Пожарники. Подброшен под ларек. Это однозначно пожар. Кто-то это сделал. Мы продавцами работаем. Не знаю. Как говорят, подожгли. Много сгорело свящей людей? Ну туда, дальше, да. Все сгорело дотла. А вы здесь, вам повезло? Нам, да. Надеюсь. Сильно вы пострадали? Да, на 20, на 25 миллионов. И что, какая версия есть, нет? Да нет, какая версия может быть. Что я, вот закрыли, ушли. Потом звонили, что ярмарка горит. Приехали, уже отцепили все. Шубы, дубленки. Ну и свои клиентуры. А сейчас что, на новое место и опять начать снова с нуля. Ну вот так. ЧП в Энгельсе тот самый случай, когда власть вспоминает про бизнес, когда он уже горит. В данном случае, в самом прямом смысле слова. Тогда на место происшествия съезжаются большие начальники, руководить процессом. Понятно, что со временем выяснится причина пожара и сумма ущерба. Только вот вряд ли кто-то возместит потери пострадавшим предпринимателям. То, что бизнесу в Саратове живется тяжело, давно не секрет. В этом году об этом даже было доложено президенту Владимиру Путину в ежегодном докладе, уполномоченного по правам предпринимателей в России Бориса Титова. Наш регион оказался в пятерке субъектов федерации, где на предпринимателя оказывается наибольшее давление. Теперь для его измерения даже ввели специальный индекс. Компанию Саратову составили Ростов, Курск, Ингушетия и Карачаева, Черкесия. Число проверок предпринимателей немного снижается. Вот только объем взимаемых с них штрафов продолжает расти. Об этом говорилось на круглом столе, который прошел в Саратовской областной думе. К диалогу были приглашены депутаты, а также представители контрольных и надзорных органов и предпринимательского сообщества. В этом году в основу индекса вошли данные лишь по семи надзирающим структурам. На их долю приходится 80% проверок в стране. В лидерах Роспотребнадзор. В будущем список может быть расширен. Снижение количества проверок замещается другими вариантами общения контролеров с бизнесменами. Рейды, контрольные закупки и тому подобное. Госстатистика эти данные, кстати, не учитывает. От того положение предпринимателей может отличаться от реальности, причем в худшую сторону. Сегодня для предпринимателей в России существует 2 миллиона различных регулирующих требований. И эта цифра постоянно растет. Об этом на заседании говорит региональный бизнес-омбудсмен Михаил Петриченко. По его словам, учесть все требования практически невозможно. В наиболее сложном положении – малый бизнес. Сейчас регионы готовят целый список предложений, как реально снизить нагрузку на предпринимателей. Впоследствии их передадут бизнес-омбудсмену Борису Титову. Необходимо снизить избыточную нагрузку и исключить необоснованную ответственность. Цель государственного контроля – не выявлять нарушения и наказать, а не допустить причинение вреда. Любое выявленное при проверке нарушения – реально – это провал государственного контроля и надзора. Это необходимо в первую очередь с тем, чтобы контроль надзорные органы в большей степени уделяли профилактике нарушения. Если где-то там уже совсем злостное, это крайний случай привлечения к ответственности, тем более такой серьезной финансовой. И необходимо все-таки внести то, что я говорил, не изменение в КААП, об отмене дублирования административного наказания за одно и то же правонарушение юридическому лицу и физическому лицу. О необходимости защищать бизнес от излишней административной нагрузки говорят и в региональной прокуратуре. Определенные результаты есть, но мы видим достаточно проблем, которые требуют нашего вмешательства. В 2018 и текущем году органам прокуратуры выявлено свыше 5000 нарушений прав предпринимателей. Из них более тысячи приходится на нарушение деятельности именно контрольно-надзорных органов. Более 40 проверок признаны незаконными. И в связи с этим 50 должностных лиц привлечены к административной ответственности в сфере контрольно-надзорной деятельности. Более чем по 140 постановлениям о привлечении к административной ответственности после нашего вмешательства, после принесенных протестов, наложенные штрафы заменены на предупреждения. Между тем, несмотря на все прокурорское противодействие, о котором говорит Олег Петров, в Саратовской области возбуждено лишь 8 уголовных дел за воспрепятствование предпринимательской деятельности. Показатели, они не такие высокие по всей стране, потому что 169-я статья, она предусматривает умышленные именно действия со стороны лиц виновных. А это доказывать не всегда, скажем так, получается. В работе прокуратуры есть один нюанс. Проверки самого надзорного ведомства при составлении индекса давления на бизнес не учитывались. А то, что оно существует, для многих не секрет, и в данном случае речь идет не об абстрактных цифрах, а о вполне конкретных миллионах. Как в случае пересмотра земельных отношений в Саратове. Процесс инициирован областным прокурором Сергеем Филипенко, и счет потерь инвесторов идет на сотни миллионов рублей. Яркий пример – земля, отобранная по инициативе прокуратуры у компании «Альмир». Предпринимателей угораздило строить планы на участок по соседству с усадьбой теперь уже бывшего главного федерального инспектора Марины Алешиной. Или недавний случай с жилым комплексом «Победа». Здесь пострадали не только инвесторы, но и жители окрестных поселков. Из-за обеспечительных мер, наложенных судом, невозможно запустить новую канализационную станцию. Землю изымают под благородным предлогом. Она должна выставляться на аукционы. Вот только торгов по участкам как не проводилось, так и не проводится. По версии прокуратуры, во всем виноваты городские власти. Мы можем вставить этот вопрос перед главой, мы можем вносить туда представление, но провести за аукцион земельное место администрации города прокуратура, естественно, не может. Надо признать, что в адрес прокуратуры на круглом столе звучала масса критики. Депутаты приводили реальные примеры, и темой строительства разговор не ограничивался. В этом году состоялось решение суда буквально два месяца назад по четырем предприниматикам, которые арендовали пруд 10 лет. Пруд этому 50 лет. И вот они, сотрудники прокуратуры, подали иск в суд в интересах неопределенного круга лиц о том, что в этом пруду нашли ручей. Если ручей, значит федеральная собственность. Ну что, суд отказал в иске прокуратуры. Как вы это оцениваете? Это вот не единичный случай. Вопрос Александра Петровича. Все это называется ревизией имущественных отношений в сфере земли пользователя, природопользования, любого пользователя. К сожалению, практика ревизии сложившихся еще в период приватизации отношений через суды, она получает широкий простор, ну, доставского традиционного завода. Ну, по-разному можно относиться. Но это чистейшая ревизия сложившихся имущественных отношений. Заложью которых является бизнес. Причем бизнес, как правило, нормальный, правоприобретательный. Вопрос. Ревизия через суд этих правоотношений относится к административному воздействию на бизнес? И подлежит ли она компенсации? В данном случае мы применяем меры к тем органам, которые должны, вот те безобразия, которые вы говорите, выявлять. В данном случае идет речь об органах государственного жилищного надзора и об органах, естественно, полиции. Вот что касается сроков и давности. Словно, сроки давности существуют, никто их не отменял. Поэтому в суде в любом случае при предъявлении таких требований этот вопрос рассматривается пределом срока пусковой давности. Ничего там невозможно уже пересмотреть. Что касается компенсации вложенного в этот участок, либо в этот объект какой-то, который на нем возводился. Если эти вложения действительно реальные, а не какие-то фантастические, либо инфимические, они документально подтвержденные, то в том же судебном заседании, где ставится вопрос об прекращении, если мы говорим о земельном участке договора о ренде, вот там же этот вопрос должен ставиться предприниматель. Дарья Григорьевна, давайте не упадем. Срок давности у нас в последнее время трактуется, как страна пострадавшая узнала об этом. Ну, так смешно считать, как один орган узнал о том, что он пострадал из СМИ, а до этого он 12 лет об этом не знал, теряя промышленности. Ну, люди смеются. Это первый аспект. Второй вопрос, я же, чего я сказал, это есть давление, не есть давление. Давайте возьмем проблемные дома. Ни один проблемный дом не появился, если бы прокуроры этих районов, соответствующий образом, реагировали тогда, когда обращались. И они вместо этого реагировали на тех, кто обращался. И кто теперь эти дома достраивает. О подмене прокуратурой контролирующих органов в своем выступлении заявил депутат Сергей Курехин. Народный избранник отметил, что работа областного надзорного ведомства сосредоточена на тех сферах, где и так есть уполномоченные органы контроля со своими плановыми и внеплановыми проверками. За пять месяцев 2019 года прокурорам выявлено 39 556 нарушений, законам для устранения которых внесено 11 225 представлений. То есть только прокуратуру за пять месяцев 2019 года проверено минимум 11 225 организаций. Сейчас, в конце первого полугодия, я убежден, что все прокуратуры массово проверяют что угодно, чтобы потянуть показатели работы под отчет и период прошлого года. Это видно даже из статистики, которая размещается на вашем сайте, хотя она опубликована не в полном объеме. Основанием же для проведения таких проверок зачастую является не конкретная информация о нарушении закона, а ссылки на приказы прокуратуры области. Депутат предложил сделать официальное обращение от областной думы в Генеральную прокуратуру, направить в Саратов сотрудников ведомства Юрия Чайки для детального изучения ситуации с фактами подмены контролирующих органов и прокурорской диспотии. Ну а точку в заседании круглого стола поставил депутат Алексей Санинский. Есть органы, которые можно сократить, если их даже никто и не вспомнит никогда, что они были. Потому что некоторые дублируют друг друга. И если будет в 21-м или в 22-м году сокращение, народ только вздохнет, что наконец-то избавились от этого игоря. Они сейчас доказывают свою значимость, и этими протоколами, и за то, что они должны быть, они сейчас борются. Понятно их стремление. Наша задача, чтобы мы наконец-то ушли с последнего областа, чтобы падать нам уже дальше некуда. Мы на последнем месте по давлению на бизнес. Ну и еще один момент. На заседании заслушали и других представителей контролирующих органов. В основном все ограничивалось стандартными отчетами. Всех, конечно же, затмила прокуратура и вал критики в ее адрес. Поднимали на мероприятие и личное дело прокурора Олега Петрова. Мы рассказывали вам об особняке прокурора в элитном коттеджном поселке Зеленая Долина. Землю под будущую недвижимость сотрудник надзорного ведомства вместе с супругой приобрел за одну тысячу рублей. Причем, если верить картам Google, в момент совершения этой во всех смыслах выгодной сделки, строительство на участке уже велось. То есть за одну тысячу покупались земля, а на ней дом с коттеджем. Проведенная по данному факту прокуратурой проверка никаких нарушений и странностей не нашла. Это был просто маркетинговый ход. По данному факту в связи с этой же информацией СМИ проверка прокуратурой области проводилась. Соответствующий ответ был направлен в адрес средства массовой информации. В данном случае от себя могу отметить, что эта сделка совершена на абсолютно законных основаниях. Та сумма, которая фигурирует в одну тысячу рублей, она была единая, предложенная застройщикам и всем остальным, кто желал приобрести земельный участок в данном коттеджем кооперативе. Поэтому сумма приобретения данного дома, она определялась не стоимостью того земельного участка, которое было указано в договоре об приобретении земельного участка, а в основном договоре, то есть в договоре подряда. И она была определена на рыночных условиях. Соответствующие все материалы, но и были предоставлены, так же, как и моей супругой, в экономочном проверяющем. В Саратовской области растет число нападений на камеры фото- и видеофиксации. Высокий уровень агрессии в обществе не самое лучшее объяснение происходящему. Практически исчезнувших с обочин автотрасс дорожных полицейских заменила техника. Бессловесная, но зато бесстрастно фиксирующая нарушение правил дорожного движения. Война между человеком и машинами, прекрасно показанная в «Терминаторе», в России уже идет. Нормально своих граждан шкурить. Нормально, что люди здесь ездят, а ты как конченый стоишь, их снимаешь, в трафике отправляешь. Тебе по кайфу. Давай, переверну. Шот. Рабочие будни Владислава. Он оператор видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Первый месяц занимает эту должность. Фактически испытательный срок. И тут такое. 16 июня к камере подъехала машина. И началось. Передвижная снимала нарушения, а камера телефона – этот конфликт. Сам Владислав теперь считает свою новую работу опасной и не особо хочет узнаваемости. Поэтому и не поворачивается к объективу лицом. Машина, на которую он приехал, она уехала, испугавшись от этого конфликта. Уехала. И парень вот этот, который на меня орал, он просто побежал за ней. Просто человек побежал по трассе за своей машиной. То есть человек, который там сидел в машине, он просто срусил. На ваш взгляд, они специально приехали на это место, где стояла камера? Или они просто ехали мы? Мне кажется, что сейчас молодежь начала, так сказать, хайпать, выкладывать все в интернет. Просто это чисто был хайп. Сейчас сеть пестрит способами расправы над камерами видеофиксации. Они поражают своей изобретательностью. В Саратове, видимо, тоже не отстают. Иногда на камеры нападают с другой стороны, чтобы не было видно водителя. Иногда просто идут на самый настоящий таран. И, видимо, абсолютно любая камера не оставляет водителей равнодушными. Интересно наблюдать, как водители снижают скорость даже при виде камеры нашей съемочной группы. Большинство из них уверены, все камеры фото и видеофиксации это чей-то бизнес. То есть все они являются частными. Владислав показывает, как правильно устанавливается устройство на участке дороги. Высота должна быть не ниже полутора метров. Наверху две планки. Дальняя должна идти параллельно дороге. При себе всегда документы на саму камеру и обязательно заказ на ряд. Через минуту рядом останавливается внедорожник. Водителя зовут Рафик. Он тоже считает, что оператор купил эту камеру сам и зарабатывает на проценте от штрафов. Это все неправильно. А знаки есть? А где знаки? Вот знак 60. 60-то понимаю, а камеры-то где есть? Нет, ну камеры есть. Можно справиться написать, поставить знаки? Нет, я про это против не имею. Надо соблюдать. Надо соблюдать. Все есть, надо соблюдать. А вот кто стоит, что испрячет? Да, вы видите, что я их прячу. Это сегодня испрячено. Вчера была машина предикставлена, нигде ничего не видно. Заместитель директора государственного казенного учреждения региональный навигационно-информационный центр Владимир Федоров объясняет, все камеры в городе, на столбах и на штативах вдоль дороги это их техника, то есть государственная и куплена на деньги из областного бюджета. Цена от 2,5 миллионов. За прошлый год было 14 нападений. За этот уже 5. Самая горячая точка вверх по Волге. В Вольске у нас проблемы последние возникают. То есть в августе прошлого года нам, значит, расстреляли одну камеру. То есть она была не наша. Она у нас была в тестовой эксплуатации. И в этом году пытались сжечь камеру, но не получилось. При этом оператор не сам выбирает место для установки. И оно не является так называемым «хлебным», как считает большинство водителей. Участок определяется аварийностью. И рекомендован ГИБДД Саратовской области. Определен порядок. Порядок четкий в каком плане. То есть определяет госавтоинспектор очаги аварийности. После этого соответствующую заявку подается в РНИЦ. И РНИЦ на основании нашей заявки выставляет камеры. Никак не по-другому. Потому что и мы, федеральная структура, они тоже госструктура. То есть у нас частных нет в камере. То есть это место, оно определено необходимостью? Ну, аварийностью оно определено необходимостью, а аварийностью. То есть мы же понимаем, что главная наша задача – борьба с аварийностью. Вот этим и надо заниматься. А больше остальное, я извиняюсь, финансовая составляющая госавтоинспекция вообще не интересует. Понимаете? Я имею в виду, сколько она там штрафов принесет или что эта камера. Понимаете? Это не наша задача в том, чтобы дисциплинировать водителей. Вот и все. В самом начале работы камеры фиксировали до тысячи нарушений в день. Сейчас за полгода выписано 550 тысяч постановлений. По словам специалистов навигационно-информационного центра, цифра хоть и большая, но она меньше прошлого отчетного периода. Сейчас рекомендовано 150 мест по установке камер, но их всего 118. 55 из них в Саратове. Комплексов фото-видеофиксации недостаточно сейчас, но оно постоянно увеличивается. То есть мы систематически берем в тестовую эксплуатацию. В настоящее время где-то около 15 камер в тестовую эксплуатацию находятся. И оно постоянно увеличивается. Средства на приобретение или бюджет? Бюджет, да. Областные, да? Да. В этом году мы купили 7 камер. Сейчас камеры дорогие. То есть раньше стоила камера где-то около полмиллиона рублей. Сейчас где-то от 2,5 до 3,5. В прошлом году из областного бюджета выделено 150 миллионов на работу центра. Эти средства рассчитаны на целых три года. Хватит ли этого для полного охвата аварийных участков города и области? Неизвестно. Ситуацию с приобретением камер можно считать еще одним неудачным примером государственного и частного партнерства. А вернее его отсутствие в данном вопросе. Бизнес в Саратове не раз предлагал власти помощь с организацией системы фото- и видеофиксации. Как это сделано во многих городах страны. Но до сих пор предложения натыкаются на стену непонимания. На этом все. Встретимся через неделю. Надеюсь, она подарит нам массу интересных событий.